Девушки отдыхают Поехали видеопросмотр смотреть Ну и в итоге увидели, что шайба в створк не попала А вот сеточку потом арбитров пришлось там, конечно, шнурками подвязывать Но в любом случае, первый период был такой довольно-таки боевой Орланд, конечно, перебросывал, перебрасывал соперников Видите, какие здесь такие вот у нас силовые пошли Но действительно, игра такая у нас была От ножа, можно сказать, кость в кость Ну а голов мы в первом периоде так и не увидели Первый, пожалуй, случится только у нас во второй части матча Но вот мы сейчас, конечно, насмотримся вдоволь всего того, что произошло у нас в первом И вот она первая шайба Даниил Свинтальский забрасывает, можно сказать, родной Сарарке С передачи Гренца и Полохова Но, кстати говоря, Сарарка, ну так минут через восемь все-таки отыграется Но тут, правда, до этого, конечно, будет еще рост моментов Кокшталцев и Сарарка в целом, надо сказать, что не очень-то и много моментов создавали Хотя по статистике у карагандинцев бросков было, конечно, гораздо меньше Ну и Антон Злобин, это как раз-таки сыграло большинство у Сарарки С передачи Демина и Жульдикова И в итоге счет становится у нас 1-1 Ну и все на этом, о втором периоде Потому что, как бы, голов больше у нас не будет Разве что только так обоюдно к друг другу в набеги отправлялись Но, по сути, моментов было таки немного Ну а в третьем периоде, в принципе, кто-то там нажал на клавишу Ctrl-C, Ctrl-V И копировать, ставить, конечно, у нас работает в третьей части матча Когда вновь Орлана забросит первым, а Сарарка отыграется Но это мы сейчас увидим все А пока вот ослаждаемся тем, что в этом матче у нас случилось Ну и шайба Владимира Боровкова Как раз, знаете, ему тут Эдгар Сигста ассистировал Что очень символично для Сарарки И вот, собственно, кокштабцы вновь повели в счет Боровков довольно-таки уверенно Шайбу закатил в сеточку И сам ему чуть в сеточке не оказался Его, конечно, очень сильно опекали карагандицы Но суть остается сутью Орлан повел в счете Ну буквально сразу Сарарка сравнивает счет Дмитрия Стулов Тут, опять же, надо сказать, что арбитры вновь прибегнули у нас к видео-просмотру Но после чего, конечно, разглядели, что взятие ворот у нас случилось Так, ну что ж Как бы моменты-то и были В принципе, и Орлан мог в основное выиграть Но все же, все же у нас уже второй матч в Караганде подряд Все сводится к овертайму А потом уже и к серии послематчевых буллитов Кстати, любопытно в овертайме, когда сейчас команды заиграют Там будет удаление у Орлана И господин Князев, коуч Сарарки Даже возьмет тайм-аут Что, кстати, для овертайма Ну такое себе нечастое явление Но В еще третьем периоде, конечно, были моменты Ну и Сарарка Здесь, конечно, вот Григоренко у нас забросил В целом, конечно, Сарарка две шайбы забросит у нас в серии буллитов Орланд только одну И этого для караганицов, окажется, достаточно для того, чтобы набрать два нужных для себя очка Таким образом, Орланд терпит у нас поражение после такой вот довольно хорошей и продолжительной победной серии Броски по воротам Ну, конечно, Орланд здесь перебросал Сарарку 37 против 23 Больше выигрывал в брасывании И даже больше удалялся На две штрафные минуты Таковы цифры этого матча Ну что ж, друзья, любите хоккей, смотрите хоккей и берегите себя Пока-пока!